Слушайте, на прошедшей неделе в Грузии так и не удалось урегулировать политический кризис, который продолжается там аж с октября прошлого года, когда оппозиция не признала результаты выборов и отказалась от своих мест в парламенте. С тех пор в стране действует практически однопартийный законодательный орган. Правящая партия «Грузинская мечта» имеет 90 мест из 150, еще 10 занимают три партии, одну из которых «Альянс патриотов» аналитики называют прокремлевской. 50 кресел остаются пустыми. Оппозиция готова приступить к работе в парламенте при выполнении властями двух условий – освобождение политических заключенных и проведение досрочных парламентских выборов. На этой неделе для разрешения кризиса в Грузию прилетал специальный представитель президента Европейского совета. Кристиан Дэниелс встречался и с премьер-министром, и с президентом, и с лидерами оппозиционных партий. После этих встреч объявил о подготовке текста соглашения, которое должны были подписать участники политического конфликта. В итоге многочасовых переговоров стороны разошлись с нулевым результатом. Политический кризис в Грузии продолжается. Выборы прошли с определенными нарушениями, но в целом эти нарушения не носят характера глобального масштаба, и эти нарушения не могут повлиять на окончательные итоги выборов. Более того, эти несколько слов, которые очень часто повторяют определенную часть грузинской политэлиты, но которая раздражает вторую часть, заключается в следующем, что выборы прошли свободной конкурентной основе и были соблюдены основные фундаментальные права и свободы. То есть, все это указывает на отсутствие формальных юридических предпосылок для того, чтобы на повестку дня был бы поставлен вопрос о досрочных выборах. Это с формальной точки зрения. Что касается политической составляющей, наверное, здесь тоже без твердых юридических основ было бы очень большим экспериментом ставить вопрос о досрочных выборах, потому что проводить выборы, исходя из того, что кому не понравилось, и у кого какое восприятие, особенно в условиях хрупкой парламентской республики, как-то мы должны сойтись во мнении, что экспериментировать с вопросом, кому что нравится, это очень, так сказать, опасная игра, политическая игра с огнем. И, наверное, самый разумный выход из этой ситуации – это исходить из формальных предпосылок, исходить из юридических предпосылок. И, помимо всего прочего, это не документы, которые созданы лишь неправительственными организациями, это документы, которые предоставлены международными организациями. И это очень важно помнить. То есть это те организации, которым присуща роль watchdogов, скажем так, которые, помимо грузинского правосудия, являются дополнительным, так сказать, оком за политическими процессами здесь, они не сошлись во мнении, что выборы были, так сказать, с нарушениями такого характера, чтобы можно было бы говорить о досочных парламентских выборах. Надо сказать, европейские посредники подготовили весьма основательный текст соглашения, с которым конфликтующие стороны не согласились. Вот смотрите. Кристиан Дэниелсон предлагал положить конец политическим разногласиям и продвинуть демократическую повестку и верховенство закона в Грузии посредством проведения политических, судебных и антикоррупционных реформ. Вот еще. Действовать целенаправленно для реализации европейских и североатлантических устремлений Грузии. Или до следующих парламентских выборов депутаты, вернувшиеся в парламент, обязуется выполнять свои обязанности со взаимным уважением и признанием того, что стабильность Грузии требует единства. Ни у кого из политических игроков в стране не нашлось бы ни единого аргумента против таких предложений. Правящая партия была даже готова объявить амнистию арестованному лидеру единого национального движения Нике Милия. Но в тексте соглашения не было ни слова о досрочных выборах. В итоге все остались при своих. Премьер Грибашвили заявил, что у него больше нет времени, чтобы зря его тратить на бесполезные и абсолютно непродуктивные переговоры. А группа депутатов Европарламента опубликовала письмо, в котором говорится о том, что Европейский парламент поднимает вопрос о приостановке дополнительной финансовой помощи Грузии из-за провалившихся переговоров между грузинской мечтой и оппозицией. Здесь вопрос не только в том, что не было и нет юридических предпосылок, по крайней мере документальных юридических предпосылок. И такие предпосылки не озвучили ни наши партнеры из Соединенных Штатов, ни наши партнеры из Евросоюза. Но речь идет и о том, что вот этот хрупкий баланс, который сейчас существует, вот вы можете на секунду представить такую гипотическую ситуацию. То есть в отсутствии предпосылок грузинская мечта объявляет о решении проведения досочных выборов. И я представляю, с какими трудностями правящая партия может столкнуться, будучи, объясняя своему собственному электорату, в чем причина, в чем, так сказать, обоснование. Значит, с снайп-элэкшен, то есть досочных выборов. То есть я прекрасно понимаю, когда речь идет о определенном балансе интересов электорального меньшинства, электорального большинства. Но я также, честно говоря, порой не понимаю, насколько можно увеличься защитой прав электорального меньшинства, будучи забыв о правах электорального большинства. И в каком случае, так сказать, вот куда можно перегибать палку до такой степени, чтобы не получить социальный или общественный взрыв, вот это тоже один из вопросов. Для спикера Российской Госдумы Володина, это тот, который автор крылатой фразы «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России», для него политический кризис в Грузии не в противостоянии парламентских партий, а в реакции грузинского общества на приезд в Тбилиси российского телеведущего Владимира Познера, сотоварищей, по поводу его дня рождения. Мэтру, кстати, 1 апреля исполнилось 87. Так вот, возле гостиницы, в которой остановилась компания, прилетевшая из Москвы, прошла довольно шумная акция протеста. Демонстранты забросали здание отеля яйцами, после чего Познер со своими друзьями улетел домой. Протестующие выступали против его позиции относительно российской оккупации Абхазии и Южной Осетии. Если мы исходим из того, что Познер не нарушил закона об оккупации, это раз, если нет других формальных предпосылок, если единственная норма, которую нарушил, это норма о карантинных определенных ограничениях, когда произошло то, что произошло после определенного часа, тогда для меня, конечно, является непонятным, почему процесс зашел настолько далеко. И как гражданин Грузии, который каждый день осознает то, что его страна находится под оккупацией соседнего государства, все-таки я думаю, что при всем моем невосприятии некоторых заявлений и целого ряда заявлений господина Познера, все-таки если мы стараемся выстраивать нормальные отношения прежде всего внутри собственного общества, мы должны исходить из норм закона. Это, наверное, является самым главным навигационным средством, нежели, так сказать, те, тот светский эмоций, который вчера принял абсолютно недопустимый характер. Это был, я не знаю, вот сейчас, даже сегодня, когда я смотрел кадры, вот у меня буквально кипело все внутри, потому что даже протест, понимаете, он имеет свою меру достоинства и свою меру цивильности. То, что вчера произошло, это прежде всего было, так сказать, поведением антигрузинского характера и антинационального характера. Сам Владимир Познер назвал акцию протеста в Тбилиси шабашем, а людей, пришедших к гостинице, где он остановился, недостойными его внимания. Много чести. Так сказал 87-летний Познер. Ну а в Кремле считают, что в Грузии сейчас опасно для российских граждан. Как заявил путинский пресс-секретарь, россияне должны четко понимать, что туда просто опасно ездить. Это тоже политика. Туризм в Грузии важная составляющая экономики, приносящая около 8% валового внутреннего продукта.